Две площадки бывшей Волжской текстильной компании, привычное название Чебоксарская чулочно-трикотажная фабрика и хлопчатобумажный комбинат ушли с молотка. У них появились новые собственники. Напомню, в 2009 году ВТК признано банкротом. К этому моменту за компанией свыше 4 миллиардов рублей долгов. Там вводится конкурсное производство, а руководство региона заявляет о криминальном банкротстве предприятия. Увольнение, сокращение, снижение и долги по зарплате, словом, нестабильность и страх за то, что может быть завтра. В такой напряженной ситуации последние несколько лет жили работавшие на бывшем ВТК. Какое настроение у людей сегодня, какие планы в отношении предприятий у новых собственников, узнала наша съемочная группа. Вывеска с надписью «Продается», долгое время висевшая на здании чулочно-трикотажной фабрики, снята. В декабре прошлого года предприятие ушло с молотка и обрело нового собственника. Новость моментально разлетелась по фабрике. Как говорят здесь, узнав об этом, испытали радостный шок. Опасались худшего – массового увольнения и закрытия предприятия. А угроза была осенью прошлого года. У всех у нас семьи, мы привязаны к дому, к семье. А переживали, потому что швеи, я бы не сказала, так востребованы, как остальные профессии. Это надо было куда-то идти переучиваться. А переучиваться, ну, не всем это как бы хорошо. Сегодня на предприятии пятидневка. В прошлом – сокращенная неделя, проблема с зарплатой. Люди готовы вернуться на предприятие. Вот только какие планы у нового собственника? Многие полагали, что хозяином станет тот, кто с 2010 года арендовал здешние площади. В итоге приобрел фабрику бизнесмен Владимир Ермолаев. Владелец нескольких компаний. Выкуплены не только стены, оборудование. Вся фабрика с брендом, остатками сырья, контрактами, интеллектуальным ресурсом и рабочими руками. Весь бизнес, как того хотела региональная власть. Для предпринимателя это не профильный актив, но в правительстве рассчитывают, что он продолжит развивать фабрику. Для нас, для республики самое главное – это чтобы люди были так же трудоустроены. Затрачены серьезные усилия для того, чтобы приобрести этот комплекс. Ну и просто так его сейчас опустить с молотка или на ветер – это, наверное, нецелесообразно, и это понимает новый собственник. Поэтому он для себя ставит задачу для того, чтобы это возврат средств, это возврат кредитных средств. Это, возможно, только при успешной реализации этого проекта. Представители собственника, в свою очередь, заявляют – больше никакой оптимизации. Если в январе прошлого года на фабрике работали свыше тысячи человек, то сейчас осталось чуть больше 800. На сегодняшний день предприятие сохранило свою специфику, свою направленность. И предприятие планирует только увеличивать свои производственные мощности, свои производственные ресурсы, как человеческие, так и технические. Никаких сокращений не планируется. Сократили уже все, что смогли. Напротив ЧТФ нужны люди – раскройщики, швеи, вязальщицы. Несмотря на то, что легкой промышленности нелегко, по стране немало фабрик, которые также переживают не лучшие времена. Сырьевые рынки далеко, в Узбекистане или Индии производство нужно модернизировать. Но фабрика может развиваться сама, говорят в коллективе. Особенно трикотажные направления, где успели обновить оборудование и отремонтировать часть цехов, лишь бы не мешали. И все же предприятию пока еще нужна государственная поддержка. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.